С вами Николай Пименко в проекте Даты. Сегодня 26 октября. У родившихся в этот день в 1842 году в этот мир приходит Василий Верещагин, художник-баталист известной работы Апофеоз войны, Двери Томерлана, Побежденные. А в 1880 году рождается Дмитрий Карбышев, советский фортификатор, крупнейший отечественный ученый-инженер, генерал-лейтенант инженерных войск, герой Советского Союза. В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен в числе других заключенных был облит водой на морозе и погиб. Стал символом несгибаемой воли и стойкости. В 1916 году рождается Франсуа Метеран, французский политический деятель, один из лидеров социалистического движения, президент Франции с 1981 по 1995 годы и один из самых популярных французских лидеров. Хилари Клинтон, известная всем нам, рождается в 1947 году, американский политик, в бытность первой леди, сенатор от штата Нью-Йорк. Ну а теперь о некоторых событиях этого дня. 1824 год. В Москве открывается Императорский малый театр. Бывшую купеческую усадьбу архитектор Осип Бове основательно перестроил для театра. Газета «Московские ведомости» тогда писала. Дирекция Императорского московского театра через сие объявляет, что спектакль первый, а именно новая вертюра сочинения Верстовского, впоследствии во второй раз «Лилия Нарбонская» или «Обед рыцаря» – новое драматическое рыцарское представление балет. 1828 год. Еще не полностью достроенная величественная арка, соединившая два корпуса главного штаба на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, увенчана грандиозной скульптурной композицией «Колесница Славы», которая прославляла Великую Поведу русского оружия над Наполеоном. Высота композиции 10 метров, ширина 15,6, а длина колесницы со статуями лошадей почти 10. 1864 российскому изобретателю-пионеру авиации Николаю Телешову был выдан патент на проект пассажирского самолета с паровым двигателем и воздушным винтом. Аппарат должен был иметь хорошо обтекаемый сигарообразный фюзеляж, внутри которого на двух палубах верхней и нижней располагались пассажиры и багаж. В центре фюзеляжа предполагалось установить двухцилиндровую паровую машину. Несмотря на очевидные сложности, именно этот проект Телешова представляет большой интерес как прообраз современных многоместных пассажирских самолетов. 1932-й. Высшие советские руководители Сталин, Молотов, Ворошилов встречаются с писателями, которые в свою очередь пришли в гости к Максиму Горькому в его московский дом на Малой Никитской. Это роскошный особняк, построенный шектелем для одного из братьев Ребушинских. Именно на этой встрече Сталин называет писателей инженерами человеческих душ, добавив к этому, что производство душ важнее производства танков. Нарком обороны Ворошилов попытался было вступиться за танки, однако был прерван вождем. 1957-й год. По становлению Пленума ЦК КПСС Георгий Жуков отправлен в отставку с поста министра обороны СССР. Благодаря своему авторитету он представлял потенциальную угрозу для пришедшего к власти Хрущева, а потому искусственно составленный компромат стал поводом для избавления от своего политического противника. 1962 год. Правительство Великобритании и Франции подписывают соглашение о совместном создании сверхзвукового пассажирского самолета «Конкорд». За 27 лет эксплуатации этот самолет перевез более трех миллионов пассажиров и стал синонимом достатка и роскоши. В процессе выполнения полета «Конкорд» сумел разогнаться до скорости в 2150 км в час. Скорость была ограничена только максимально возможным тепловым нагревом фюзеляжа – 127 градусов Цельсия. При этом фюзеляж мог удлиняться примерно на 24 сантиметра. 1965 год. В Букингемском дворце «Битлз» вручены высшие награды Ордена Британской империи за выдающийся вклад в дело процветания Великобритании. После ее решения со всех сторон посыпались письма с протестами после решения королевы, конечно же. Палата лордов тоже была против такого королевского решения, так как, по их словам, нельзя награждать отбившихся от рук парней, которые роняют престиж этой награды. «Зай Битлз» тоже были весьма удивлены таким поворотом событий. Они даже намеревались отказаться от награды, но все-таки решились принять ее, а все для того, чтобы проручить старшее поколение. Ведь они были первыми музыкантами, поп-музыкантами, которые достоились такой чести. До этого Орденом награждались преимущественно военные политики. 1976 год. Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о мерах по дальнейшему увеличению производства рыбной продукции и улучшению ее продажи, введения так называемых рыбных четвергов в общепитие. Почему же в этот день? В газетах тогда приводилось немало статистических данных о том, что именно на четверг по каким-то причинам приходится пик реализации и потребления рыбы. 1977 год. Премьера советского художественного фильма. Лирической комедии в двух сериях режиссера Эльдара Рязанова. Служебный роман. Фильм. Лидер проката 1978 года. В первые же месяцы его посмотрела буквально вся страна. 58 миллионов человек. 1999 год. По предложению английского премьер-министра Тони Блэра, лорды, заседающие в Верхней Палате парламента по праву рождения, проголосовали за отмену этого права, уничтожив тем самым одну из основ британского парламентаризма – право лордов на наследование кресла. А существовало оно почти 800 лет. 2002 год. Москва. 5.30 утра. Начинается операция по освобождению заложников Норд-Оста. В результате этой операции по освобождению были убиты все находившиеся в здании на тот момент террористы. И освобождена большая часть заложников. Однако в общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников. Уже очень сложная была система для того, чтобы спасти людей. Событие дня. Еще одно в подробностях. 1863 год. В центре Лондона на Куин-стрит, таверне вольных каменщиков, представители 11 столичных футбольных клубов учредили ассоциацию. Первый в мире узкоспециальный футбольный союз. Выработан свод из 13 близких к современным правил. Впрочем, есть и отличия. В частности, вратари не имели права брать мяч руками. Это им разрешили через 8 лет, да и то лишь в пределах знаменитой вратарской площадки. А в качестве ворот использовались два воткнутых в землю кола, беспоперечной перекладины. Веревку между ними сообразили протянуть через три года. Свисток же у судей появился вообще в 1878 году. До этого арбитр либо звонил в колокольчик, либо просто орал, что есть мочи. Вне закона подножки и удары по ногам практически сразу. А самое главное, полевым игрокам запретили переносить мяч руками. И именно с тех пор болельщики уже не путали футболистов с регбистами. С вами был Николай Пименко в проекте Дата. Субтитры создавал DimaTorzok